Ярославский зоопарк намерен расширяться и весьма существенно. Амбициозные планы обнародовало его руководство. За прошедшие годы зоопарк успел стать одним из самых популярных мест отдыха. Судя по всему, скоро у граждан прибавится причин для того, чтобы бывать здесь чаще. Константин Зубакин о перспективах. На сегодняшний день зоопарку принадлежит территория в 120 гектаров. Освоено только чуть больше половины. Посетители хотят здесь видеть слона, обезьянок и крокодила. Но пока на эту часть не хватает денег, и зоопарк здесь больше похож на Дендрарий. Для освоения этих площадей нужно не просто вырубить растительность, а изменить ландшафт. В планах руководства зоопарка присоединить к себе даже акваторию озера, которую ярославцы прозвали Техасом. Аква- и сафари-парк, площадь в 200 гектаров. Эти слова сегодня впервые звучали в стенах ярославского зоопарка. 8 миллиард. Но мы работаем очень серьезно с инвестиционной, потому что мы прекрасно знаем, что только может быть реализован весь этот проект на основе частного государственного партнерства. Через месяц ярославский зоопарк отметит свой третий день рождения. Если два года назад его работники заботились о том, как привлечь новых посетителей, то теперь даже к привозу новых животных относятся придирчиво. Вот как-то без слона, ну не бывает в зоопарках. Без слона как-то это все-таки не то. Я не скажу, жирафов точно у нас не будет, не будет у нас бегемотов, не будет у нас носорогов и других животных. Они достаточно сложны, проблематичны. Да у нас и нет цели особо-то задаваться вот этой. Основные торжества к своему трехлетию зоопарк намечают именно в августе. До конца этого года руководство пообещало для посетителей еще пару сюрпризов. Возможно, среди них будут и редкие виды. Ярославцы планируют участвовать в специальных программах по сохранению особо ценных животных. Мы работаем на сохранении самой главной ценности, которая только есть. Мы сохраняем жизнь. Константин Зубакин, Александр Быков, Городской телеканал.